Майк Тайсон тоже был не очень большой для тяжелого веса. Благодарю! Майк Тайсон тоже был не очень большой для тяжелого веса. Майк Тайсон тоже был не очень большой для тяжелого веса. Майк Тайсон тоже был не очень большой для тяжелого веса. Майк Тайсон тоже был не очень большой для тяжелого веса. Майк Тайсон тоже был не очень большой для тяжелого веса. Майк Тайсон тоже был не очень большой для тяжелого веса. Майк Тайсон тоже был не очень большой для тяжелого веса. Майк Тайсон тоже был не очень большой для тяжелого веса. Чем ответит Фернандо Родригес Жуниру? Пока отвечает неуверенным лоу-киком. Опережение сработало сейчас Сергей Белостенный. Бразилец, как знаешь, всем своим видом показывает, что немножко опасается. Может заманивает? Ничего может быть. А может действительно опасается, кто его знает. Попытался, да, попытка прохода в ноги была от Фернандо. Как-то без подготовки. Так немножко отчаянно даже. И особо не наказал Белостенный. Да, кстати, хотя мог бы поедать. А вот уже такой пожестче лоу-кик отразильца на встречу. Хорошая двойка. И заклинчевала, видишь, прочувствовала эти удары. И сейчас попытается перевести в партах. Белостенного понял, что в стойке немножко не вывозит, прямо скажем. Так. Ну, в общем-то, Сергей против такого развития. Здесь, если разрывать клич, нужно быть внимательнее к Белостенному, чтобы не пропустить боковой на выходе. Как было в прошлый раз. В этот раз не пропустил. Сгрузается сейчас боковым Фернандо Родригеш. И неужели именно поединок двух тяжеловесов станет первым, который у нас дойдет до второго раунда? Ну, есть еще время у кого-то из них не нарушать традицию финиша в первом раунде. Пока что в этом турнире. Пока что у нас уже четвертый поединок. Все три предыдущих числа, я помню по порядку. У нас закончились в первом раунде. Пятый даже уже. Четыре боя у нас закончились в первом раунде. Опа! Ух ты, какой размен! Попали оба, кстати. Ярко. И бразилец говорит, давай еще. Давай еще от времени. Готов ли он выдержать еще? Это вопрос. У времени все меньше и меньше до конца раунда. И есть пар шайбер. Полетели, полетели. Опять боковое справа точное от пластиного. Ну, вероятность увидеть второй раунд увеличилась. Увеличилась. Увеличилась до ста процентов, друзья. Ну что, друзья, мы с вами продолжаем смотреть битву двух тяжеловесов. Впервые на сегодняшнем турнире. Сейчас смотрим. Четыре предыдущих поединка закончились в первом раунде. Так этот, по идее, тоже предполагал финиш первым, если брать послужные списки. Собственно, как, например, проигрывают ребята. Хороший апперкот. Боковой так. Тут непонятно, то ли перекряхнула бразильца, то ли он просто поскользнулся. Но комбинация, в принципе, у Сергея дошла точно. Давайте посмотрим после следующей атаки. Здесь воздух. Немножко мимо Сергея. Мне кажется, точности не хватает. А у Луки был точно. Но у Луки такой отвлекающий. Все-таки зацелился, нацелился на ручную работу. Опа! Кувырок. Главное, что не на автоматическую. Нацелился белостенной. Так, ну что я могу сказать. Сергею нужно чуть-чуть поточнее работать. Вот тут до печени дотянулся. Может быть, даже чуть-чуть по сирине. Да, может быть, кстати. И так полегче где-то может быть. Позасыпать бразильца. Не пытаться его пробить насквозь одним ударом. Бразильец же видит все равно, что соперник выцеливает. Да, конечно. Готовит мощный такой силовой удар. О, хорошо. Такой махач на выходе из клинча был. Все. Родвигиш понял, в стойке не надо. Ловить нечего, да? Нечего ловить. Надо в парте. Так, ну сможет ли он стащиться у соперника? Ну он так, клинч старается навалиться всем весом тела на Сергея. Так немножечко пригнуть к земле. Сергей, что, нужно разворачивать соперника и выходить из клинча? С клинча выше. Все. Хайкик в защиту Сергей Белостенный увидел. Это действие от Родригеша. Темп очень сильно упал на втором раунде. Слушай, ну в первом раунде они, как видимо, серьезно потратили силы. И в первой половине второй, в первой половине, в первой половине, в втором раунде. Но вот тоже. Ну и как-то рисковать. И Сергей не хочет, начинает пережидать. Ну и бразилица так отдыхает. Да. Отвелосипедил тут немножко. Постоял, подышал. И все время контрит боковыми бразилица. Как только бросает удар в его стены. Слушай, хорошее колено, но... Этого мало. Этого мало. Под две ноги сейчас Родригеш может подхватить. Был бы санжистом. Сейчас мы уже зацепили. Это да. Так, показали нам татуировку крупным планом. На спине у бразильца. Тем временем в клинче ребята зацепились, но ненадолго. Прозвища, кстати... Хороший тип. Прозвища у бразильца, кстати, Сантуфордж. Святая сила. Вот так. А вот сейчас у нас сила боковых только что была. Давай-давай-давай-давай. Подбатривают бразильцы. Так, здесь вот и сольца был использовал вес тела. Да. И сейчас все может быть не очень... Так, перестало все быть тонным для Белостенного. Нужно вставать Сергею. А это очень тяжело. 117 килограммов там было практически на спине у него. Так, снова отдал много Сергей. Правая рука лучше подсказывают Белостенному. Тайгол Дешорть. А вот и зацеп и есть. Тайгол Дешорть. А вот и зацеп и есть. Тайгол Дешорть. Вот и перевод. Чистые. Родригеш сверху. Что он с этим сделать сможет? Во-первых, ему нужно вытащить шею. Так. Выпрямить спину. И тут вопрос, или он пойдет на прием, или он попытается совершить граунд энд паунд. Так. Ну пока ногу соперника контролирует Белостенно. Вот и заодно посмотрим, как Сергей проявляет себя в партере снизу. Что он может противопоставить. Ну пока что мы послужной список анализировали. Оба раза садмители Сергея Белостенного. Но поражение у него именно приемами. А победа как раз нокаутер. Есть большая вероятность, коллега, что видим мы с тобой еще и третий раунд. Если сейчас, конечно, бразилиц Белостенного не задушит. За оставшуюся 20 секунд. Или не перейдет в маунт и не финиширует. Кто его знает, Родригеш. Пошел на удушающую. Да, причем там, судя по всему, довольно плотно. Хватит ли сил у Белостенного дотерпеть оставшуюся секунду? Не знаю. Посмотрим. Опасимать, опасимать. Выдержал. Выдержал, выдержал Сергей. Очень теплое третий раунд. Для бразильца. Слушай, во второй раунд, наверное, можно и отдать Фернандо Родригешу. Можно и Родригешу отдать, да. Если первый скорее. Файт! Ну что ж, друзья. Третий раунд очень важный, как мы уже сказали. И для Фернандо Родригеша жюмера. И, соответственно, Сергей Белостенного у нас. Второе по счету в этом карте российско-бразильское противостояние. Сергей пошел вперед. Джефф корпус. Но здесь нужно Сергею в стойке отрабатывать. Стойка стойкая, да. И постараться не прозевать. Ни каких переводов, да. Попытку тейкдауна от Родригеша. А он бросится его делать абсолютно. Сто процентов. Он попытается сейчас. Вот. Ой, как устали, ребята. Так, вот здесь нашел силы включиться Белостенный. Ну, пока до ногах бразилец. Сейчас он вот завязывается в клич и сейчас попытается, если остались силы, перевести Сергея Партон. Не отдавай зацеп, подсказывают сейчас Сергею Белостенного. Правильно подсказывают. Так можно и бой проиграть. Бразилия сейчас попытается весь вес тела здесь использовать. Что он и делает. Вижу, он навалился. Сергей пока выдернул. Но этого малый был. Остались на силы, чтобы выйти из клинча. В общем, вопрос. Сергей. Там колено в корпусах бразильца. Сам. Сам. Сам расцепил клинч. Ну, видимо, понял, что не светит. Там попытка перевода будет пытаться, может быть, сходу под ноги подхватить. Ой, устали, устали. И смотри, попытка. Попытка тейкдауна со стороны Сергея, но вот не знаю. Крайне неудачно. Пока что да, здесь его накрыл. Накрыл, казалось бы, бразилиев, но второй темп от Белостенного. Время еще есть. Тактический тейкдаун. Вот здесь, кстати, кто сейчас удачно переведет тейкдаун. Можем забрать раунд. Ну да, если будет еще и хорошо контролировать, и много работы в парте. Да, согласен. Натальиш удивляет, в общем-то, в этом поединке. Молодец, молодец, все хорошо. То есть, братья предыдущие бои в России к нему, мягко говоря, не безло, прямо скажем. Здесь пока что на ногах, и даже во втором раунде был весьма неплох бразилищ. В корпус справа попадает Сергей Белостенный. Ребята просто подышать сейчас остановились. Откроется ли второе дыхание у кого-либо из спортсменов? Пока на то не похоже. Неплохая серия от Сергея. Хотя время есть еще, можно вот походить, отдышать. Проколка фермера такая. Да, Тевина фермера. Фармер. Ну да, но я к тому, что перевод. Так вот, у нас Сергей Белостенный медленно, но верно идет в атаку. Я бы это назвал. И здесь медленно, но верно отбивается фронткиком Фернандо Родригес Джуниор. Да, бензиновый ребят не осталось. Но он очень этот затратный получился, особенно на второй раунд. Это сто процентов. Ну, ну либо знаешь, они где-то так копят силу на самую самую концовку. Потому что кто крадет концовку, тот почистую крадет раунд. Не всегда, но зачастую. Попадает на отходе джебом Фернандо Родригес-младший. И такая... Вялый эпер-постбол. Усталая попытка прохода в ноги. Усталая попытка тейкдауна бразильца. Ребята, конечно, выложились, да? Ой-ой-ой. Как ты здесь, Сергей? Ой-ой-ой. Александр Павлович Шлеменко из таких позиций тушил обычно соперника. Абсолютно точно. Но у нас совершенно другой человек и уже не те силы. У бразильца. Да. И последняя минута поединка, друзья. Так. И колено в корпус у бразильца. Танцовочка нужна, подсказывает Сергей Бластерному. Танцовочка нужна обоим. Ничего толком никто не сделал еще в третьем раунде. Ну, с другой стороны, знаешь, по-моему, ничьих на турнирах РССЕ еще никто не отменял офицера. Согласен, согласен. С неимением другой возможности. Поэтому нас ждет такая маленькая сенсация. Скорее всего, мы увидим... Мы доживем до решения судей в этой поединке. Да, да. Впервые в этом карте им придется быть задействованы. Ну, здесь такая немножко патовая ситуация. Устали оба, и уже никто ничего не сможет за оставшись там... Сколько-то сих попыток генертина от Регеша. Сразу выскользнул Голостянный. Бить, 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 но все, нет времени уже бить. И сил. Может быть, еще какие-то остатки были, но времени нет. Нет, нет, нет. Не верю, не верю. Уважаемые дамы и господа, но прежде всего аплодисменты бойцам. Итак, со счетом 28-29, 29-28 и 28-29 раздельным решением судей Победу в этом бою одержал Сергей Пиросенный. Позаринский. 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 Уважаемые дамы. Ааааа! Продолжение следует...